Приветствую вас, и как вы, наверное, уже догадались, как вы, наверное, уже поняли, ваш вопрос, он имеет определенную такую вот, если угодно, если можно так сказать, определенную двойственность. То есть, с одной стороны, вы вроде бы как задаете свой вопрос в раздел психологии, но с другой стороны, вроде как вы задаете его и в раздел эзотерики. И вот мне очень понятно, кому вы задаете свой вопрос, и с чем вообще он у вас связан, и какой ответ вы хотели бы получить? Вы хотели бы получить ответ эзотерика, или вы хотели бы получить ответ именно психолога? И я думаю, что вот для начала вам надо бы определиться именно сперва с этим вот моментом, ну просто потому, что это является первостепенным. А значит, далее, что я вам хочу сказать. Вы пишите. Удя от мужа, надену квартиру, решил, что нужно развестить. Значит, ну, здесь сразу возникает лично у меня вот такой вопрос. Если вы ушли от мужа на отдельное жилье и решили, что нужно развестить, то почему решили? Как решили, что именно натолкнуло вас на решение? Ведь по сути, получается так, поправьте меня, если я ошибаюсь, что вы живете уже одна по факту. Значит, вы не боитесь того, что может быть, или наступит какая-то неопределенность в вашей жизни. Скорее всего, эта неопределенность, она уже ушла, ее нет. Теперь вы знаете все, что вы можете жить одна совершенно спокойно и, если я правильно вас понял, живете. То есть неопределенности нет. Возникает вопрос, а что тогда есть? Вы говорите, что вы решили, что нужно развестить. Но, как я уже сказал, вас что-то натолкнуло на эту мысль. Что-то вас натолкнуло, и вы по какой-то причине боитесь это реализовать. По крайней мере, так получается. По какой-то причине вы боитесь реализовать то, что вы сами считаете уже для себя правильным. По какой-то причине боитесь это реализовать. И что именно? Возможно, вы боитесь сделать некий такой, знаете, может быть, первый шаг. Вот. А вот. А вы слышите вот и одна, но не можете решить с ним разговор. Кстати, а что в это время ваш муж делает? Как он вообще относится к тому, что вы ушли от него вообще на отдельную квартиру, на отдельное жилье? Как он относится к тому, что вы теперь живете вот там? Как-то вот не очень этот момент для меня понятен в данном аспекте. И я бы хотел, чтобы вы его постарались как-то немного на себя определить. Этот момент, он очень важен. Значит, далее следует сказать следующее. Вот вы спрашиваете, значит, какое нас ждет будущее. Какое меня с моим мужем, спрашиваете вы, ждет будущее. То есть, по сути, вы задаете вопрос, связанный именно с определенностью. То есть, вы не хотите, чтобы в вашей жизни была неопределенностью. То есть, вы ее как бы, как бы, опасаетесь, да? Вы опасаетесь этой самой неопределенности. И вот здесь, здесь, в данный момент заключается именно такой. В причетом того, что вы им сказали, то есть, в причетом того, что муж вас, как если я правильно вас понял, не пытается вас вернуть, да? После того, как вы от него ушли. Если будет не раскаиваться и не осознает того факта, что он поступал неправильно, то, скорее всего, при, значит, вашем желании вернуться, он примет только такие же условия возврата. То есть, я имею в виду, если мы с вами говорим, ну, если мы с вами говорим именно о обстоятельствах, которые могут заставить его вернуться, доставить даже не вас, вас доставить, простите, вернуться к нему, то это будут те же обстоятельства, что и, собственно, были до этого. При том, в своей жизни менять ничего не собираются. Так, по крайней мере, мне это представляется реальным вот именно в данной ситуации, в данном случае. Вот, значит, далее, если вы будете гнуть, значит, свою линию, если вы будете как-то вот рассчитывать на себя, да? Если вы будете как-то вот только ориентироваться на то, чего хотите вы, то в таком случае, я полагаю, что муж нельзя хочет, чтобы вы к нему возвращались. Ну, опять же, просто потому, что в противном случае ему придется что-то в своей жизни менять, а он этого определенно не хочет. Вот. Другое дело, что вы пишете, значит, что я отношусь к нему хорошо, но не вижу будущего рядом с ним. Если вы не видите будущего рядом с ним, то зачем тогда хотите с ним, как бы, ну, поговорить? И почему не решаетесь это сделать? У вас же получается что-то останавливает. У вас же получается что-то удерживает от того, чтобы вы, вот, с ним поговорили. Вот и нужно выяснить, что именно. Что именно вас останавливают и почему. Это, на мой взгляд, является самым главным аспектом данной ситуации. Потому что, если говорить об остальном, то все это упирается только вот в данный факт. Что вам не дает, значит, с ним поговорить. Всего вы опасаетесь, всего вы боитесь, ну и так далее, так далее, так далее. Это, на мой взгляд, важный момент. Дальше, следующее, о чем я хотел бы вам сказать. Значит, вы говорите о том, что он вам пренебрегал. И здесь сразу, вот прямо сразу, когда вы говорите о том, что он вам пренебрегал, я делаю такой вывод, что ваша самооценка, ваша самооценка, возможно, была совершенно необоснованно занижена. И если это так, то с этим тоже нужно будет обязательно что-то делать. То есть, самооценку вам надо будет повысить. И в итоге, по большому счету, по итогу, ситуация сводится к тому, что ваш муж меняться, вообще-то говоря, не собирается. Совсем. Более того, ему, в общем-то, не выгодно менять. А зачем? Ему все устраивает, у него все есть, ему хорошо, он доволен. Вот. То есть, ситуация, вот, складывается таким вот не очень хорошим образом, именно для вас. И вам, 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 самой, необходимо для себя здесь определить, от чего же вы хотели бы. То есть, либо вы хотите, например, своего мужа поменять. Да? Это одно. То есть, если вы хотите его поменять, то это требует одной модели поведения. Если вы хотите сами своей жизнью жить, это немножко другое. И требует от вас совсем другой модели поведения. Если вы опасаетесь там, скажем, если вы опасаетесь каких-то негативных последствий в, ну, в своей жизни, да, это, соответственно, еще один вариант поведения. И, соответственно, еще один, еще одна, точнее, модель развития отношений. Еще одна, еще одно, одно, еще одно направление, направление в вашем поведении. Но, опять же, здесь многое зависит от того, вот, хотите ли вы этого. То есть, я имею в виду, каково ваше отношение. Исходя из вашего вопроса, не очень понятно, чего именно вы опасаетесь, и что именно не дает вам покое, да, что именно вас напрягает. Это вот не очень понятно. И я полагаю, что если вы данный аспект, если вы данный аспект определите для себя сам хотя бы, то ситуация будет куда более понятна, куда более ясна, и вы сможете уже с этим что-то сделать. Пока, я думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. То есть, вот, недостаточной информации вы предоставили для полноценного, наверное, ответа с точки зрения психологии. То есть, ваш вопрос, он довольно странный. Если вы говорите, что относитесь к нему хорошо, вот, еще один пункт, который я, наверное, хотел бы разобрать с вами. Если вы говорите, что хорошо относитесь к нему, значит, если вы хорошо относитесь к этому человеку, вот, как вы говорите, то как же тогда вы воспринимаете его, собственно, позицию, как же тогда вы воспринимаете его поведение? Как? Тогда это вы коррекрелируете. То есть, человек либо довольно плохой для вас, потому что он, ну, представляет вам, там, боль, негатив и так далее, и так далее, вот. Вот. Либо он, ну, более-менее хороший, и тогда, собственно, вы просто-напросто его принимаете. То есть, вот, этот момент, он не этим, где рациональное изверно вашего отношения наблюдается определенное противоречие. И вот эти противоречия, мне кажется, является той основой, в которой вы сейчас пребываете. С одной стороны, вы к нему относитесь неплохо, с одной стороны, вы относитесь к нему более-менее нормально, а с другой стороны, вы, как бы, чувствуете, что, ну, вот, так, например, дальше нельзя, ну, допустим, жить, или, может быть, как-то еще организовывать себя, свою жизнь. И именно поэтому вы и реагируете на это вот так, под противоречием здесь. Ну, и думается мне, что для того, чтобы противоречия данной разрешить, вам необходимо, чтобы вы определились окончательно с тем, как вы этого человека видите, как вы этого человека воспринимаете, кто он для вас, что он для вас представляет из себя. Если вы не видите с ним будущего, то это можно понять, но за что вы тогда дерзитесь, что вас тогда удерживает с ним, если вы понимаете, что этот человек, ну, довольно плохо себя вел, да, если вы понимаете, что этот человек как-то вот довольно негативно по отношению к вам себя проявлял. Вот мы хотим, чтобы в данный момент, в данный аспект, вы как-то прорефлексировали, может быть, сами для себя хотя бы. И тогда уже будет более понятно, в какую сторону двигаться вам, и, соответственно, какую помощь можем мы вам, соответственно, показать. Потому что, ну, вот, пока понять, чего именно вы хотите, чего именно вы хотели бы от психолога, ну, вот, как-то не очень понятно. Итак, вам помочь можно, ответить на ваш вопрос тоже можно, но сперва все-таки я бы хотел, чтобы вы вот этот момент для себя продумали обязательно, чтобы не было у вас каких-то противоречий, чтобы не было у вас каких-то неточностей, может быть, возглядов, у вас не было каких-то противоречий в том, что вы говорите, в том, что вы, вот, как вы подаете вот эту самую свою позицию. И тогда, я думаю, что вам, может, можно будет, в общем-то, помочь, и тогда, я думаю, что можно будет во всем разобраться. Так, я думаю, вам можно ответить на ваши вопросы. Простите заранее, если это было не то, что вы хотели, но поймите, поймите, пожалуйста, и нас, что если вы не задаете прямой вопрос, то мы не можем задать, мы не можем ответить вам прямо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.